Нашу организацию всегда почему-то воспринимали не просто как экологическую организацию, а именно как благотворительный фонд. И мы часто обменивались вещами, помогали вещами. У нас очень много таких людей, которые хотят помочь, которые хотят избавиться от вещей. Очень много людей, которые нуждаются в вещах. И вот эта наша разовая помощь, она нецелесообразна, она неблагоразумна, потому что она неправильная какая-то. И тогда я задумалась о том, что надо создавать инфраструктуру по передаче вещей, чтобы это не зависело от одного человека. А вот эта инфраструктура, это и как раз экологическое мероприятие. То есть здесь вещи не попадают на свалку, они возвращаются во вторичное использование. И как раз вот эту проблему мне хотелось решить. Среда развития – это как раз проект, который поможет многим инициативам в нашем городе реализовать свои проекты и не наделать множество ошибок. Во-первых, у нас есть поддержка в администрации, о которых не знают социальные предприниматели. Не хватало такого сайта, где бы была аккумулирована не просто информация для социальных предпринимателей, а были бы наглядно показаны проекты, которые вот от идеи до готовых бизнес-решений представлены для того, чтобы у людей был просто пример. Чей-то пример, да, позитивный, как у него это получилось. Нужна была площадка в интернете, интернет-сайт, который мы сейчас и запустили. Это сайт для развития, куда я всех приглашаю, где вы можете, даже если у вас пока нету проекта, просто посмотреть на других. И посмотреть, а какие проекты в вашем районе есть. А вы можете на них принять просто участие. Может быть, кто-то ищет именно вас для того, чтобы привлечь свою команду. Обязательно нужно зайти на сайт, проголосовать, не быть равнодушным и посмотреть на другие проекты и высказать свое экспертное мнение. Проект «Средоразвитие» – это возможность развить вашу общественную, предпринимательскую и творческую инициативу, увидеть замыслы других людей, участвовать в хороших делах, стать частью сообщества инициаторов изменений. Важно, чтобы ваши инициативы были направлены на создание общественного блага, развитие собственного потенциала, формирование новых предпринимательских, общественных, творческих проектов и сообществ. Расскажите о своей идее, инициативе или проекте. «Средоразвитие» – это ваше будущее уже сегодня. Такой магазин, как у нас, он способствует ускорению внедрения экологичных практик в ритейле. И мы, можно сказать, пилотные проекты для масс-маркета. Это формат «Ноль отходов». В мире он известен как «Zero Waste». Каждый элемент магазина направлен на то, чтобы было как можно меньше отходов, меньше мусора. Все максимально без упаковки, натуральные составы, вещи из вторсырья. Идею такого магазина я посмотрел, насколько помню, в первый раз в Москве. Я видел за время наблюдения за этой сферой, что количество магазинов растет, открываются новые. Видел то, что растет самарское экосообщество, появляются новые экопроекты в Самаре. «Средоразвитие» – это отличный проект, которого мне не хватало на старте. Обязательно регистрируйтесь на нем, регистрируйте свою идею, инициативу или проект, если есть. Вы получите контекст, благоприятный для развития вашей идеи, вы получите обратную связь. Это очень важно для начала. Не держите идею в себе. Пробуйте, не несите ее в массы. Вы получите контекст, благоприятный для развития вашей идеи. Вы сможете ее быстро протестировать, получить голоса. Возможно, вы получите сразу клиентов, партнеров, инвесторов, привлечете дополнительное внимание. Обязательно пользуйтесь. Мне такой штуки не хватало на этапе запуска. Если бы на тот момент, когда я все запускал, был проект средоразвития, конечно, бы это, мягко говоря, мне это очень помогло. Я бы смог это сделать быстрее, совершал бы меньше ошибок. Та среда, которая сейчас, она даже с тем, что было 2-3 года назад, она несравнимая. Это очень ценно. Пожалуйста, пользуйтесь этим. Это очень ценно, то, что сейчас происходит в 2021 году. Пользуйтесь средой развития. Зову всех сюда. Всем желающим обязательно стоит посмотреть сайт. Вы можете поддержать другие проекты, проголосовать за то, что вам понравилось. И я, кстати, сделаю это прямо сейчас. Покажу личный пример. Проголосую за тот проект, который мне наиболее интересен из тех, которые я увижу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова